Привет, друзья! В этом видео я хотел бы поговорить о рыбаках и дураках. Или как дурака отличить от рыбака. То, чего рыбак никогда не был делать на весенней рыбалке в марте, сделать может такое только дурак. И во всех видеороликах про зимнюю и весеннюю рыбалку я всегда говорил. Ребята, отходите подальше от толпы. Потому что в этой толпе могут встречаться не только рыбаки, но и дураки. Хорошо, если толпа состоит из одних рыбаков. Это классно и хорошо. Но так бывает не всегда. Но чем, ребята, дурак опасен для рыбака? Опасен он тем, что может рыбака оставить на весенней рыбалке без рыбы. Об этом и обо всем в этом видео и поподробнее. Итак, друзья, давайте представим такую ситуацию. Вы находитесь на реке на слабом течении. Сделали одну, вторую, третью, пятую, десятку, десятую лунку. В общем, рыбу вы нашли. Палатку поставили, чтобы солнышко в глаза не слетило. Добавок ко всему, мало ли какие осадки, все-таки какое-никакое укрытие. Сидим, ловим рыбку. И тут слышим сзади бурение. Примерно в метрах трех от вас. Выше по течению. Вот. Раз. Лунка. Шуму понаделали. Проходит небольшой промежуток времени. Повторюсь, друзья, такого рыбак делать не будет. Делать может такое только дурак. Ну вот, проходит минут десять. Вроде бы тишина. Любое бурение рядом с вами, в принципе, особенно касается этого мелкободья, будет сильно, в принципе-то, играть на ваш клёп, который на ту самую рыбу, которую, в принципе-то, вы нашли. Ну вот, проходит несколько минут, минут максимум десять, и начинается бурение слева от вас. То есть вы, например, в палатке сидите лицом вниз по течению. Так что дурак будет бурить слева от вас. Опять же, на небольшом от вас расстоянии. Ещё одно бурение. Ну, в принципе, это, как и сзади, вас, когда бурили сильно-сильно-сильно-сильно, на клёп, в принципе, не повлияет. Повлияет, но не так сильно. После того, когда всё это бурение закончится, наступит тишина, рыбка, в принципе, под вашу лунку вернётся. Повторюсь, друзья, вы находитесь на реке с небольшим течением. И тут, после того, когда дурак пробурил лунку слева, посидел несколько минут и ничего не поймал, вы слышите, что впереди вас, в метрах примерно 5, ещё одно бурение. Теперь он бурит лунку ниже вас по течению. Находясь на том же самом расстоянии от берега, только в метрах 5 от вас. Сейчас, друзья, давайте не будем забывать, что вся рыба, в принципе-то, поднимается снизу вверх. Ну вот, а так как он сидит на том же самом расстоянии от берега, на котором сидите вы, только ниже вас по течению. Клёп на этом у вас, друзья, прекратится. Этого не сделает рыбак. Рыбак поэтому, потому что знает, что если он такое сделает, то вам просто-напросто отрежет весь клёп. Ну вот, сидите вы, сидите, клёва нет. Поменяли одну насадку, вторую, третью, пятую, не клюёт. Прикормили, начали играть удочка вверх, вниз, вверх, вниз. Не клюёт и не будет. Потому что на расстоянии от берега и ниже по течению сидит другой человек. А вот у него клёв будет, но не у вас. У вас клёва не будет. Я частенько попадал в такую ситуацию, когда меня, впереди меня, хорошо, если один такой человек, а бывает два или три человека. Сядут, ну и всё. Клёв на этом закончился. Раз и навсегда. Вариант только один. Вставать, собирать всё и уходить оттуда подальше. Теперь, друзья, та же самая ситуация, только со стоячим водоёмом. Залием зато, надо без рейтинга. Ну вот. Сделали вы лунку, одну, вторую, третью, пятую, десятую, в общем, рыбу вы нашли. Ну вот. И вскоре появляется он. Да, который делает лунку недалеко от пас в метрах, этакие трёх. Ну, вроде бы ничего страшного. Ну, пошумел, пошумел. Но дальше происходит другая картина. Опять же, повторюсь, рыбак такого делать не будет никогда. И мы видим такую картину, когда тот, кто сделал недалеко от вас лунку, начинает туда засыпать то ли манки, то ли той же самой панировки в огромном количестве. Количество большое. Сыпем не залейший. И что в итоге получается? Это забьём большой. При кунке соберёт огромное количество рыбы, такое, как незатопляйка. Мелкая-мелкая. Следом за ней придёт мелкий-мелкий хищник. И подо льдом будет суматоха. В итоге, вы ничего не поймаете. Нормальной рыбы вы не поймаете уже. Никакой. Но если будет только эту самую незатопляйку. Повторюсь, сделана лунка недалеко от вас. И это напрямую скажется на той рыбе, которую вы ловили. Допустим, вы ловили плотву, яичка, хороших размеров, там, сантиметров, по 15-20. Забудьте про них. Теперь вы будете ловить рыбку, которая спичный коробок помечает, и хвост не торчит. Правда, её ещё надо поймать. Наверняка, друзья, многие из вас на весенних рыбалках попадали в такую ситуацию. Если попадали, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Поэтому, друзья, во всех видеороликах, как с весенней, так и, в принципе, с зимней рыбалки, я всегда говорил, если вы пришли на рыбалку, отходите от толпы подальше. Как на реке, в принципе, так и в стоячем водоём. Отходите так, чтобы вас видно не было. Потому что в этой толпе сидят не только рыбаки. Рыбаки этого делать не будут. То, что я сейчас вам сказал ниже. Сделать это могут только дураки. А если сделать, то клёво и рыбы у вас не будет. Даже если сегодня погода позволяет рыбе питаться. Даже если у вас будет огромный ассортимент насадок и рыба будет стоять под вами. Вы можете всё равно остаться нулём. Корректор А.